Воскресенье 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 Путь спасения Это ежедневный путь христианина Это ежедневное выхождение перед Богом И в этом всем мы нуждаемся В силе Божьей И эта сила дарована нам Во Иисусе Христе И покоряясь Ему Принимая эту силу в свою жизнь Определёнными способами Мы совершаем своё спасение То есть то, о чём писал апостол Павел то, что мы должны совершить свое спасение или доводить его до совершенства, возрастать в нем, развиваться в нем. Мы обнаружили, что такое явление, как плотской христианин, это выдумка современников наших, то, что не может такого быть, что когда человек говорит, Иисус Христос мой Спаситель, но Он не мой Господь. То есть это несовместимые вещи, потому что если Он твой Спаситель, то спасение это означает как раз принятие Господства Христа на своей жизни, покорение Ему. То есть одно не может быть без другого. Не может Он быть Господом, не будучи твоим Спасителем. И не может быть Он Спасителем, не будучи Господом, потому что Его Господство как раз проявляется в том, что Он спасает нас. А мы Ему как бы позволяем в этом плане что-то делать в нашей жизни. И Спасительность Его проявляется как раз в том, что мы веряем Ему в свою жизнь и говорим, ты можешь Ей распоряжаться, то есть быть Ее Господом, что-то с ней делать, то, что ты желаешь, лепить из нас то, что ты хочешь. Мы увидели, что очень важный аспект спасения это Церковь. Потому что очень многие вопросы, которые мы, скажем так, привыкли воспринимать индивидуально, они становятся понятными, они становятся актуальными именно в контексте церковной общины. И поэтому спасение, взаимодействие в теле является крайне важным для каждого человека, который встал на путь спасения. Потому что это касается абсолютно всех сфер его жизни, это касается проявления вот этих качеств послушания Христу, когда он говорит, что в усердии друг друга упреждайте, то как минимум должно быть два человека, чтобы кто-то кого-то упреждал. А когда он говорит, будьте терпеливы, то есть каким образом мы покоряем свою жизнь Христу, когда мы нетерпеливы, мы проявляем терпение. Для того, чтобы было терпение, нужен хотя бы еще кто-то, кого мы должны терпеть. Ну разве что там самим собой уже такие внутренние глубокие противоречия. Поэтому Христос не зря сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я среди них. Это не минимальное количество людей, для которых нужно собрать, чтобы там проявился Христос. То есть когда ты один, Христос тоже может быть рядом с тобой. Но когда нас двое или трое, когда происходит определенное взаимодействие, вот в этом и проявляется чаще всего сила Христова. Почему? Потому что когда нас двое, трое и больше, мы в этой силе наиболее нуждаемся. Как кто-то говорил, что любой дурак может достигнуть просветления, медитируя перед горным водопадом. Ты, говорит, попробуй уйти из этого водопада, пойти в самую бущу рынка, вот там где вот этот весь шум, гамма, терщина, куча людей с непонятными лицами, непонятными намерениями. И ты вот там вот это просветление сократил, и тогда мы на тебя посмотрим. Так вот Христос, Он как раз есть та воплощенная сила, которая позволяет нам сохранить свет даже вот в таких местах. И в некоторых местах похуже. И сегодня я хотел бы коснуться необычного аспекта этой темы, но на первый взгляд даже показывается, что может быть он к ней никакого отношения не имеет. Но он имеет к ней самое непосредственное отношение. Оксана свидетельница была, я сегодня утром выбирал, я думал, может быть взять стих там, где написано, что вот жены спасаются через чадородье. Это очень интересный стих, который нуждается в объяснении, правда же? Потому что, ну как это, через чадородье, два пути спасения, да, ты женщины через чадородье, а мужчины через какие-то другие механизмы. И возможно мы как-то к этому стиху придем, я вас так как бы заинтригую на будущее. Да, есть некоторое объяснение этого стиха, которое вообще на самом деле, ну, не имеет никакого отношения ни к благодетности, да, ни к функции женщины в церкви. Но там на самом деле говорится о неких серьезных, важных обетованиях спасения и о том, в каком состоянии должна быть конкретно женщина в церкви для того, чтобы по этому пути спасения идти. Но если мы будем внимательно читать весь отрывок, все послание, о котором идет речь, то мы увидим, что по этому пути должна идти не только женщина, и мужчина тоже должен быть в таком же состоянии, чтобы следовать по пути спасения. И это послание, ну мы будем сегодня читать это послание, это первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею. Немножко об этом послании. Кто такой был Тимофей? Тимофей был спутником Павла, в некотором смысле мы можем сказать, как у Иисуса был любимый ученик Иоанна, у Павла был любимый ученик Тимофей. То есть он был его ближайшим доверенным сотрудником. И когда Павел основал церкви, он некоторое время уделял их духовному росту, затем он ставил туда ответственных людей и двигался дальше основывать новую церковь. Но на самые ответственные участки работы, для того, чтобы следить за духовным ростом, развитием этих церквей, он направлял своих ближайших сподвижников. И некоторым из них он написал послание с инструкциями, что и как там делать. И двоих из них мы знаем хорошо по имени, это Тимофей Тит. Так вот Тимофей был направлен в Ефес, в городе, где была довольно серьезная большая церковь, которая неоднократно упоминается в писаниях самого разного характера. Более того, она упоминается в небиблейских христианских текстах очень сильно. То есть это была церковь, центральная церковь для целого региона. Регион Малой Азии или Малайзии, там как Малайзия немножко в другом. Регион Малайзии на территории современной Турции. То есть это была церковь материнская для всех остальных. Она была самая крупная, потому что город этот был центральный. И эта церковь, как мы видим, она оказывала существенное влияние на весь регион. Она упоминается первой в списке семи церквей откровения. Она упоминается неоднократно в других посланиях. И послание к Ефесинам, вот это такое базовое послание этой церкви, оно является, наверное, одним из наиболее распространенных находок среди древних свитков. То есть оно чаще всего переписывалось. Большая была церковь, была нужда в большом количестве этих списков. Оно расходилось по дочерним церквям, это послание. То есть была серьезная влиятельная церковь. Но в этой церкви, как в любой другой, существовали определенные проблемы. Были свои проблемы в Каринфе, а в Каринфской церкви мы много знаем о проблемах. В Ефесе тоже были некоторые моменты. Город Ефес, помимо того, что это был важный торговый центр, это был город серьезного, как бы мы сегодня сказали, оккультного поклонения. Был храм Артемиды Ефесской, одной из семи чудес света, которую еще называли богиня Диана. Это была такая специфическая богиня, которая, в некоторых там она была представлена как богиня охоты, богиня лесов, полей, всяких зверей и так далее, и так далее. Но, тем не менее, у нее были некоторые другие функции. И этот храм, который находился в городе Ефесе, чем он был... Это не было уникальное явление, но это было достаточно знаковое явление. Этот храм управлялся исключительно женщинами. И женщины это неинтереснейшим образом практиковали храмовое богослужение. То есть большинство вот этих жрец, они интересным образом передавали науку Дианы. Один из способов это было, собственно говоря, ритуальное совокупление. То есть они занимались, то, что принято называть сегодня в научной литературе, храмовой проституцией. То есть человек хотел прийти, принести жертву Диане. Он приносил там какие-то деньги, уединялся с одной из этих жриц. Жрицы любви, это как бы отсюда взято. То есть они в буквальном смысле были жрицами, а не просто девочками, которые где-то там продавали услуги. И потом считалось, что мужчина, который имел контакт с этой жрицей Дианой, ему это как-то влияет положительно на плодовитость, на гармонию семейных отношений и так далее. То есть, ну вот, как бы, такой бред был. Да, но тем не менее, очень сильно работало, храм был огромнейший. Вокруг этого храма была целая инфраструктура. Помните, когда Павел проповедовал и начали люди уходить из этого оккультизма, то что произошло? Сбунтовались ремесленники, которые делали статуэтки там разные. Да, почему? Потому что, ну как бы, ремесло пришло в запустение. И огромное количество людей собралось, потому что храм имел серьезное влияние. Более того, мы видим в Ефесе, если вы помните, произошло интересное такое событие. Сегодня оно уже, наверное, скорее воспринимается многими людьми негативно. Да, сожжение книг колдовских. Да, когда люди на огромную сумму денег принесли разного рода магических учебников и публично предали их огню и уничтожили. Ну, сегодня, как бы, сожжение книг, оно обычно вызывает у людей плохие ассоциации. Но, тем не менее, это дает нам возможность представить о том, что это был за город. Это город был, который был пропитан самого разного рода, ну, с точки зрения христианства, безумными учениями. Да, вещами, которые полностью с ног на голову ставили и божественный миропорядок, и отношения в семье, и все, 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 все. И одна из причин, вернее, не одна из причин, а одно из проявлений этого всего было в том, во главе этого учения так или иначе стояли женщины. Они использовались как проводницы этого знания, они использовались как оракулы. В момент, когда появилась церковь в городе Эфесе, и туда начали приходить люди, да, в первую очередь это были граждане этого Эфеса. Вот тот порядок вещей, к которому они привыкли, они так или иначе переносили его в церковь. Женщины, которые привыкли в храме поучать, они как бы приходились той же самой ролью и пытались той же самой роль играть в церкви. Более того, мужчины были не против, да. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что эти женщины и мужчины, они не были наставлены достаточно в христианском учении. Поэтому они очень многие вещи преподавали, исходя из своих старых практик. И поэтому, когда апостол Павел пишет о том, что учить жене не позволяют, да, он имеет в виду в первую очередь вот этот момент. То есть там вопрос не стоял, вообще не стоит вопрос там о роли женщины, а именно о том, какое учение преподавалось в Эфесе через женщин. Это учение было не вполне здравым. Почему? Потому что многие из них, они были с детства научены вот в этих мистериях Дианы, и они путали некоторые моменты христианства. Но это устраивало всех, это устраивало и женщин, и мужчин. Поэтому очень много в этом послании Тимофея апостол Павел наставляет о том, что христиане должны серьезным образом познавать, изучать, что есть, собственно говоря, следование за Христом. И если мы так кратенько пробежимся по первым главам, то мы увидим, что апостол Павел пишет Тимофею, что отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели назидания в вере. То есть были серьезные проблемы со здравым учением в этой церкви. Почему? Потому что люди росли всю жизнь в центре оккультного учения. И это было везде. То есть это Диана, она рекламировалась, статуэтки везде продавались, обряды совершались там с самого разного характера, которые должны были приносить успех в жизни, то и то, и то, и то. И люди в этом росли, это было для них нормой жизни. Поэтому когда они приняли христианство, христианство легло на вот эту их матрицу. И многие вещи христианства они трактовали через свое понимание сверхъестественного, то есть через какие-то оккультные вещи. Естественно, это было нездраво. И далее Павел, он продолжает эту тему, фактически это тема всего послания. Он говорит, преподаю тебе, Тимофей, сообразно с бывшими мне пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру, добрую совесть, чтобы не потерпеть кораблекрушения в вере, как некоторые другие. И во второй главе он развивает эту тему. Он говорит о том, чтобы люди научались, чтобы люди познавали Бога, потому что в этом есть жизнь. И он говорит об этом о мужчинах, он делает отдельный аспект о женщинах. Он говорит о лидерстве в церкви, 3 глава, если кто епископства желает, желает доброго дела, но епископ должен быть таким-таким, не из новообращенных, чтобы не подпало суждение вместе с дьяволом, равно как и жены. Опять же, некоторые жены, которые, скорее всего, занимали лидерскую позицию в этой церкви. Далее он говорит о лжесловесниках, об обольстителях, о учениях бесовских и так далее. То есть вопрос здравости учения. Если мы перенесем это на нашу тему спасения и покаяния, то мы понимаем, что вопрос здравого учения, он предполагает очень верное отношение ко Христу в своей жизни. И, соответственно, когда мы говорим о том, что каждый день мы должны следовать за Ним и покорять Ему свою жизнь, то мы должны правильно понимать, чего он от нас хочет и в чем должна эта покорность выражаться. Потому что, к сожалению, мы видим, как в самые разные века существования христианства, в самых разных культурах и обществах, иногда христианство не сколько делало людей лучше, сколько, наоборот, вызывало самые худшие какие-то вещи наружу. И все из-за чего? И это делалось именем Христовым. Из-за чего это все делалось? Из-за того, что люди неправильно подходили к познанию Христа, неправильно учились, неправильно строили свою жизнь. И мы можем назвать много самых разных моментов, но самый такой яркий, это всем хорошо известный, крестовая похода. То есть ревность по Богу вроде как бы была, да? Но это выродилось вот такие вот непостижимые вещи, да? Когда там люди творили всяческого рода убийства, и далеко не всегда это были убийства в бою, и женщины, и дети погибали, и огромнейшая вражда произошла между народами Ближнего Востока, которая длится и до сих пор, да? То есть не было там таких огромных войн до того момента, когда вот культуры столкнулись так резко. И мы сегодня видим, до сих пор есть некоторые плоды этого, противостояния. И очень много было намешано самых разных аспектов в борьбе за власть, которые ранили, перемалывали людей, прикрывалось это все христианским учением, когда людей загоняли в буквальном смысле в рабство. Мы все прекрасно знаем некоторые случаи, когда людей загоняли в финансовое рабство, прикрываясь христианским учением. Когда людей практически разрушали семьи, это все прикрывалось христианским учением, да? Когда человека просто использовали как, ну, не знаю, как кого, да? И это говорило, что это ты все служишь Господу, да? У человека портились отношения, у человека рвались связи в семье, происходили какие-то там разводы, дети вырастали неверующими, удалялись в наркоманию, блуд и так далее. И многие из этого всего делалось во имя Христа. То есть понятно, что никто такого плода не ждал, да? Но из-за того, что не было здравого понимания, из-за того, что иногда люди сами не наученные учили других, вот появлялись и по сей день чего там греха таить? И по сей день мы слышим то там, то там, то там, церковь сотрясают какие-то, ну, серьезные взрывы, какие-то серьезные скандалы. Почему это происходит? Одна из причин, потому что мы где-то совершаем ошибку в том, как мы понимаем следование за Христом, подчинение Ему своей жизни и так далее. Есть люди, которые бессовестные, вот эти лжесловесники, сожженные в совести, о которых говорит Павел, которые проникают в церковь, да? И используя стихи христианское учение, манипулируют другими людьми, да? Иногда это в таких смешных формах проявляется, да? А иногда это проявляется в очень серьезных вещах. Я знал одного человека, вот, который злоупотреблял якобы тем, что он был пророком, да? Он как бы читал очень много Библии, он много знал на память. И он мог, не мог, он приходил в разных городах, потом, ну, этот человек был из Черкассы, но он потом ездил по Украине, и как-то так интересно. И везде его находили черкащане, и всем говорили, что это за человек. Вот, как-то так вот, не знаю, вразумлялся он от этого или нет. Но он приезжал там и говорил, вот так говорит Господь Бог, находил какую-то там одинокую сестру, вдову, говорил, тебе Господь повелевает меня, как Илью, там, кормить, там, столько-то времени. И нагло вселялся там к некоторым. И люди были, ну да, пророк, то есть, как бы верили этому всему. Почему? Потому что не были наставлены в этом вопросе, да? Некоторые служители закрывали на это глаза, а вдруг, знаешь, пророк, там, не хочется Духа Святого оскорбить. Вот, и человек творил явное бесчинство. Вот, он оббирал, ну, не воровал ничего, да, но он нагло жил там месяцами, пользовался, вот, вносил расколы в церковь, вносил раздоры в семьи, только по той причине, что церковь не была достаточным образом наставлена в учении. А, правильнее сказать, она не была настроена, да, вот, на ученичество. И вот здесь вот очень важный вопрос, о котором Павел пишет во всем этом послании, как же мы можем настроиться, какой должна быть наша жизнь, да, если мы вот хотим занимать позицию ученика Христова, чтобы нам, с одной стороны, не поддаться обольщениям вот тех вот духов, вот тех лжесловесников, да, чтобы нам, со своей стороны, опять же, тоже не вносить какую-то ерунду в то, что определил Христос, да, не оказаться в роли тех людей, которые потерпели кораблекрушение в вере, то есть вот от этих всех опасностей, как нам спастись, какова должна быть наша позиция по жизни как учеников Христа. И, в принципе, послание вот об этом, это одна из его главных тем. И мы сегодня коснемся одного из отрывков, который сегодня вы очень часто слышите, я абсолютно уверен. Вторая глава с первого стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Очень многие люди сегодня молятся об этом. И, казалось бы, на первый взгляд, какое-то имеет отношение к вопросам спасения и покаяния и ученичества. Оказывается, самое прямое. Сначала давайте посмотрим, как этот стих очень часто сегодня преподносится, по крайней мере, в молитвах. Ну, начнем с таких простых легких вещей. Слова. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, воспринимаются буквально многими следующим образом. Первая молитва, которую ты делаешь на молитвенном собрании, она должна быть за царей, за всех начальствующих и так далее, и так далее. И многие церкви, они так это и практикуют, основываясь на этом месте Писания. В целом, ничего, наверное, в этом нет плохого. Я не думаю, что порядок молитв настолько важен. Но, если мы посмотрим на первую главу, то вот это слово «и так», вот эта разбивка на главу, она нас иногда подводит. То есть, Павел написал 20 стихов о чем-то, и потом говорит, и теперь мой вывод. Да, вот я вам писал то, 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 и так. Так, теперь подвожу итог. Совершайте молитвы. Зачем это вообще оказывается нужно? То есть, вопрос не в том, что прежде всего самая первая молитва должна совершаться вот за это. Но, как раз вот для того, чтобы нам, о чем Павел говорит, о том, чтобы мы не учили иному, чтобы было здравое учение, чтобы мы не занимались, проще говоря, ерундой, которая производит споры, а не назидает в вере, чтобы наше увещевание было увещеванием в любви, а не попыткой как-то манипулировать людьми, да, чтобы не уклонялись мы в пустословие, чтобы мы учили, разумея то, что мы учим, а не были законоучителями, которые сами не понимают, что утверждают, да, и чтобы мы, наконец, не потерпели кораблекрушение в вере, но сила Божья, которая действовала в жизни Павла, чтобы она действовала и в нашей жизни, и вот для этого всего Павел говорит. Итак, вот чтобы это все было, я вас прошу делать то и то и то. И первое, о чем он просит, совершать некие молитвы, прошения, моления. То есть вопрос не в том, в каком порядке совершается молитва, а он говорит о том, что для достижения целей, о которых говорится в первой главе, первое, что нужно делать, это совершать определенные молитвы. Молитвы, прошения и моления. То есть, да, если вот эти три стиха разобрать, то это молитвы целенаправленные, да, то есть запланированные молитвы, можно так сказать. Это молитвы спонтанные, когда ты просто молишься, и ты как бы вспоминай вот эти вещи тоже. И, наконец, молитвы благодарственные, да, то есть тут как бы особо не нужно объяснять. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Второй момент. Вот это вот «жизнь тихая и безмятежная», да, вот эти слова. Здесь есть, я вижу, целый ряд ошибок, которые сегодня по факту присутствуют в наших церквях. Первый момент. Часто мы видим целью молитвы вот эти вещи, да, то есть о чем мы молимся? Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, да, то есть это цель молитвы. Давайте помолимся, чтобы наша жизнь была тихая и безмятежная. Первый момент. Второй момент. Как мы вообще понимаем эти слова «тихая и безмятежная жизнь»? Сегодня для многих христиан эти слова, они стали своего рода такой мантрой. И в чем это выражается? Как можно современным языком сказать «жизнь тихую и безмятежную»? Это можно сказать следующим образом. «Оставьте меня в покое». Вот это понимание жизни тихой и безмятежной. Не надо мне ничего рассказывать, ничего не хочу знать, никаких новостей, ничего не надо мне, не надо мне. Я просто тихонько приду в церковь, я себе тихонько посижу в последнем ряду, да, я вам даже там дам какую-то десятину, и ничего мне больше не надо. Не надо мне рассказывать, что что-то не так в моей жизни, не надо рассказывать, что что-то не так в церкви, не надо рассказывать, что что не так в стране. Почему? Потому что это нарушает мою безмятежность. И то, и другое по факту ошибочно. Во-первых, тихая и безмятежная жизнь – это не есть цель молитвы. Цель молитвы какая? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это цель молитвы. А что такое жизнь тихая и безмятежная, мы сейчас попытаемся понять. И опять же, само толкование этих слов неверно. Следующий момент, который связан с вот этими словами, многие прослеживают в молитве вот такую цепочку, по крайней мере, это видно. Мы молимся за царей, за начальствующих. Почему? Потому что наша тихая и безмятежная жизнь зависит от них. Получается, да? То есть, если царь нормальный, то у нас будет тихая и безмятежная жизнь. Если царь какой-то там, или начальствующий, ну, царей как бы сейчас уже нету, да? Царьки только остались. А начальствующие, ну вот, да? И мы понимаем так, что моя тихая и безмятежная жизнь напрямую зависит от моего начальника, да? Человека, который там имеет какую-то позицию власти. Я сильно сомневаюсь, что это вот как написано, хорошо и угодно Богу. Потому что мы прямо призваны не быть рабами людям. Даже рабы, под ихом находящиеся, и им Павел говорит какие-то вещи, что они могут иметь мир со Христом, да? Они могут иметь новое сердце. Вообще независимо от того, верующий у них или неверующий хозяин. То есть, оказывается, даже раб, который находится полностью в зависимом положении, его начальник не определяет состояние сердца этого раба. Поэтому сегодня, когда мы молимся таким образом, что вот за царей, за начальствующих, да, потому что от них зависит, будем ли мы проводить тихую жизнь, или наша жизнь будет бурной, мы не до конца, наверное, понимаем этот отрывок. Понятно, что если какой-то царь неадекватный, да, и он начинает будоражить свой народ, то, ну, это добавляет нам в жизни стресса. Но все же, все же, это не совсем верное понимание этих слов. То есть, смотрите, жизнь тихая и безмятежная, это не означает «оставьте меня в покое». Это первое, что я хотел сказать. Второй момент. Жизнь тихая и безмятежная не является целью молитвы, о которой здесь говорит Павел. И третий момент. Жизнь тихая и безмятежная не зависит от царей и начальствующих. Это мы разобрались как бы с тем, что не так. А теперь поговорим о том, что так. Смотрите, мы уже сказали немножко о том, что Павел очень много говорит о правильном отношении, об отношении, которое позволит избежать коррекрушения в вере, заблуждения и так далее, и так далее, и так далее. И для этого есть определенные вещи. Какие определенные вещи? То, что мы можем назвать позициям, отношениям ученика. И Павел говорит, первое, что нужно делать, молиться об этом. Итак, смотрите, о чем нам нужно молиться? Вернее, давайте сначала не о чем, о ком. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Кто входит в это всех человеков? Перечисляется. Помимо среди этих всех человеков царей, начальствующие и мы, в том числе. Чтобы вот этим всем человекам, которые включают царей, начальствующих и тех, кто молится, чтобы они проводили жизнь тихую и безмятежную для достижения определенной цели. Какой? Спасение и достижение познания истины. То есть истинное знание. Не всякие басни, не ереси, не сказки, а истинное знание. То есть, смотрите, два момента. Во-первых, цель не является тихая и безмятежная жизнь. Целью является познание истины. Второй момент. Объектом молитвы не являются исключительно власть имеющие, но объектом молитвы являются все, в том числе и молящиеся. Все человеки, это все, кого мы знаем, скорее всего, в церкви в первую очередь, мы сами, которые молимся, и те люди, которые занимают определенные лидерские позиции. Окей. То есть мы поняли, о ком мы молимся и для чего мы молимся. А теперь вопрос. А вот эта вот жизнь тихая и безмятежная, а каким образом она попала вот в это все? Что она собой представляет? Почему она упоминается в этой молитве? А жизнь тихая и безмятежная во всяком благочестии и чистоте, да, вот еще забывают обычно этот момент добавить. Обычно только тихая и безмятежная, да? Оставьте меня в покое в тихой и безмятежной нечестии, да? И в чем-то? И нечистоте. И нечистоте, да. То есть иногда и такой бывает где-то посыл. Но вот эта жизнь тихая, безмятежная во всяком благочестии и чистоте, это есть средство. Чего? Достижение, спасение и познание истины. Успеваете? Я просто хочу быстрее сегодня закончить. Вот. Но мы записываем видео, потом мы выложим это все в Ютьюбе. Мы выкладываем на самом деле, там уже две или три проповеди этих есть. Вы иногда заглядываете, там хорошие вещи иногда бывают. Я сам иногда так посмотрю два года спустя, думаю, о, вот здесь вот уже можно бы и подправить. Это вот было истинное учение, а вот это басня. Вот. Поэтому вы иногда просматриваете. Потому что какие-то люди подписываются, никто, правда, не комментирует, но какие-то люди подписаны, 8 человек, кто это, люди не знают. Вот. Ну вот они смотрят. Поэтому назидаемся вместе с ними. Мы остановились на том, что жизнь тихая и безмятежная является средством достижения вот этой тихой, безмятежной во всяком благочестии и чистоте. Является средством достижения. Теперь давайте мы разберем, что собой представляет эта жизнь. Итак, жизнь тихая. Это жизнь не забитая, как иногда понимается. Тихая. Это я никогда ни за что не подам голос, да, я сижу у себя там, что бы не происходило кругом, я молча это все переношу. На самом деле, жизнь, которая здесь звучит, это слово «эрэнос». Оно имеет прямое отношение к слову «эрэне», которое есть «мир». То есть жизнь мирная. То есть нам необходимо, во-первых, быть мирными или спокойными. И это предполагает определенный настрой сердца. Пребывать в спокойствии. Вот то, о чем мы говорили, вот эти все христианские реколекции, да, о том, что есть умная молитва, все это направлено, поклонение. Почему мы поем какие-то песни на человека? Для чего? Для того, чтобы привести наше сердце в покой. И разум привести в покой. Потому что наше сердце, оно как бы дергается, скачет туда-сюда, там, его дергает, то разум он как бы и там, и там. Когда мы практикуем некоторые духовные вещи, как молитва, да, когда мы поем песни, даже просто обычные песни, что происходит? Все как бы и сердце, и разум, и тело, оно начинает все двигаться в определенном одном ритме, да, в определенной одной мелодии. То есть как-то происходит вот это вот внутреннее противоречие, которое могут быть, или противоречие внутреннего с внешним миром, да, то есть и моё представление жизни, те новости, которые пытаются это представление разбить, то есть нас это всё рвёт на части. Но когда мы молимся, когда мы поём песни, мы неким образом успокаиваем это, да, то есть мы приводим это всё к какому-то общему знаменателю. Более того, мы приводим к этому общему знаменателю друг друга. Потому что мы все приходим в церковь с разным настроением. Кто-то пришёл весь такой бодрячок, кто-то пришёл там, еле пришёл, вот кого-то привели, кто-то не смог прийти, Господи, благослови их, вот дай им тоже познание истины, за них мы молимся. Но, тем не менее, мы пришли все, да, разные, но когда мы поём одну и ту же песню, мы так или иначе выходим на какой-то общий знаменателю, да. И это всё можно описать неким словом мир, тихая, спокойная, мирная жизнь. Тихая в том смысле, что он не бурлит у нас ничего там, да, крышку не срывает с кастрюли, то есть мирное состояние. Второй момент, безмятежную, да, но здесь, в принципе, слово говорит само за себя. Один из переводов, кстати, молчаливый, это когда написано, жена научится в безмолвии, там написано, жена научится в безмятежности. То есть, как бы, не надо дёргаться, спокойно, да, потому что иногда, когда мы учимся, и нам открывается какая-то истина, обычно, я не знаю, необычно, наверное, всегда нам открывается какая-то её часть. Никто из нас не видит всю истину. И я вижу какую-то часть, и это иногда меня может смутить, потому что часть, она может казаться какой-то странной. Вы представляете, человек, который никогда не видел слона, видел там собак, кошек, да, и тут вот в дверь вдруг просовывается хобот. Человек в смятении, потому что не знает, что будет за этим хоботом, да, кто знает, кто же там просто длиннющий хобот, какая-то змея или черва огромная, кто это, да. Но потом входит туда эта огромная голова, и человек ещё в большем смятении, потому что, ну, как бы, что же там дальше, да. Вот иногда так для нас какая-то новая истина, она как этот слон. То есть, мы видим её часть, и мы начинаем, ух ты, ой, какой ужас, что же там, я же думал, это какое-то животное, оно какое-то червяк, хобот, что оно, это же не знаю, как назвать, да. Да, вот, спокойно, сейчас покажется голова, уши, ноги, ты поймёшь, да, животное просто нос как бы нестандартной формы, вот. Поэтому вторая характеристика вот этой жизни, о которой мы призваны молиться, которое есть средство достижения спасения и познания истины, вторая её характеристика – это безмятежность, да, или в некотором смысле молчаливость, то есть тихонько посиди, послушай, не спеши задавать вопросы, пока не разобрался, сначала как бы пропусти это через себя, а потом уже апеллируй, да, то есть это отношение ученика, мирное состояние, состояние безмятежности, да, состояние, я не знаю, спокойной созерцательности, да, как бы это мы могли назвать. Есть много вариантов. Медитативное состояние, но медитативное, вот это вот, друзья из восточных религий, они как-то захватили это слово, хотя изначально это же было христианское слово в латыни, вот, католики пользовались этим словом, когда описывали там некое состояние размышления над Словом Божиим, а потом появились какие-то непонятные миссионеры, непонятно откуда, и сказали, что вот медитация, это вот те всякие там «ом» и прочая штука, да, хотя как бы… И сегодня мы как христиане вынуждены пользоваться такими неудобными конструкциями, да, там, тихая, молчаливая, созерцательная молитва, да, хотя сказал вроде как бы медитация, но тем не менее, медитация уже понимается неоднозначно. Итак, тихая, безмятежная, во всяком благочестии. А что такое благочестие? Благоговение и почтение. Помните, вы когда-то говорили о том древнем правиле, как реагировать на некие непонятные тебе явления, которые, ну, вроде как, имеют духовную природу. Если ты не можешь сразу сказать, что это дьявол, то не принимай, но и не хули, да, то есть не спеши радостно бросаться в объятия какого-то, откровения или еще чего-то, но с другой стороны не спеши его осудить и критиковать, то есть отнесись рассудительно, выжди, посмотри немножко, да, приглянись, сверя-то с тем, что есть внутри твоего сердца, сверя-то с тем, что есть в учении церкви, да, и ты поймешь, что дальше с этим делать. То есть имей некое благоговение, знаете, как какой-то ценный предмет, который, если ты его резко дюрнешь, от него может что-то отвалиться или разбиться, да, вот, вот нам необходимо некое благоговение. Вот, допустим, стоял недавно у меня дома бокал на столе на тонкой ножке, да, и кто-то там подходил к этому столу часто и неблагоговейно, да, то есть как бы цеплял, в конце концов, ну, стоял бы там другой стакан, не на тонкой ножке, да, он бы стоял, наверное, ну, он пустой, но он там просто стоял, но вот он упал и разбился. Вот, почему? Неблагоговейное было к этому отношение. Ну, это такой очень плотской пример, наверное. Плохое отношение получается. Да, мы должны быть благоговейными. И, наконец, последнее, чистота. Чистота. Можно сказать, это отчет, достоинство, серьезность. То есть быть, вот хорошее есть такое слово, сановитость, да, слышали? Сановитость. То есть когда, то есть как бы это вроде и не спесь, но вот правильное чувство достоинства, да, то есть как бы достоинство, благородство, да, благородство хороший вариант. Вот. И вот эти вот характеристики жизни, да, мирность, безмятежность, благоговейность, достоинство, серьезность, чистота, это то, что позволяет нам достигать спасения, достигать познания истины. Почему? Потому что в этом состоянии мы способны истину услышать, принять и понять. Вот в чем дело. Потому что если мы не серьезные люди, да, то есть нет вот этой чистоты или серьезности, если мы не серьезные, то что происходит? Мы можем слышать вещи, имеющие для нас жизненную ценность, но мы их, ай, ерунда, да, или наоборот, кто-то может нам рассказывать какие-то сказки, а мы такие, ой, да, 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 да ты что, да, вот это как бы, вот. И мы это видим. Не хватает иногда серьезности нам в том, чтобы оценивать, фильтровать какие-то учения, которые приходят в нашу жизнь. Следующий момент, ну если, например, у нас нету безмятежности, если мы постоянно дергаемся, постоянно перебиваем, постоянно там как бы хватаемся, цепляемся за слова. Вот есть такие люди, как бы, они реально выводят из состояния безмятежности и тихости. Ты ему о чем-то говоришь, и вот, ну, все же мы люди, никто из нас не может идеально построить, ну, может, есть такие, конечно, но никто из нас не может построить идеально фразу. И вот какое-то слово, оно обязательно может иметь двусмысленность. И вот человек вот эту всю фразу, он ее вообще как бы неинтересно, но вот за вот это одно слово он тебя будет выкручивать до последнего, да, и будет пытаться тебя представить то, что ты сказал, то, чего ты и сказать не хотел. И потом самое главное, когда уже вот это все перекипело, ты же ему пытаешься объяснить, и потом уже такие, фу, и он ничего не подвигает, и ты, слушай, а как бы, а что ты прицепился к этому слову? А я и сам не знаю. То есть вот не просто человек, а такой мятежный дух, знаете, и это мешает нам услышать истину полезную. Или наоборот, когда мы немирные, мы постоянно вот как бы заводимся с полуоборота, как говорится, да, и мы только что-то услышали, но сразу на это реакция, ба-бах, мы даже не собрались, к чему это все идет, там, позор или наоборот, да, ура, слава, а что, а какой вывод, а кто его знает. Вот. Поэтому вот этой характеристикой мы должны молиться о чем? О том, чтобы во всех людях, в особенности тех, которые имеют определенную позицию влияния, было это отношение. Почему? Потому что это позволит им познавать истину, и это будет способствовать их спасению. И это начальствующие люди, это не обязательно мирские начальники, это в первую очередь, думаю, начальствующие в церкви. Почему? Потому что если начальствующие люди в церкви, лидеры, да, те, которые занимают позицию учителя или руководителя какого-то, если они не будут иметь такого настроя, так чему они научат остальных? Чему они сами смогут научиться? Поэтому, по-другому, мы все нуждаемся в том, чтобы иметь вот эти качества. И все это качества есть качества, способствующие нашему спасению. Вот как бы это все, как это связано с нашей серией, да. Поэтому, друзья, всякий раз, когда вы слышите этот стих, проявляйте те качества, о которых здесь написано, не спешите обличать, я неправильно его понял и неправильно молюсь. Молитесь о том, чтобы нам иметь мир, чтобы нам иметь безмятежность, чтобы нам иметь благоговение и быть серьезными или благородными. Давайте молиться об этих качествах. Почему? Потому что обладая этими качествами, мы способны познавать истину. Это не просто дело разума, потому что мы способны принимать истину. Мы способны менять свою жизнь в соответствии с волей Божьей, да, и той силой, которую Он нам дает. И это позволяет нам возрастать в нашем спасении.